Добрый-добрый-добрый день всем! Микрофон на друг, это студия игрокам ТВ. Мы начинаем трансляцию iLeague. Это китайские дивизионы, и здесь, в принципе, совершенно другая дота, нежели в обычной Азии, Европе, в СНГ, да и везде. Тут просто другой дотомир. Ну что, приветствуем всех. Сегодня у нас короткий будет день. На этом матче iLeague мы ограничимся, потому что в скором времени будем презентовать что-то очень важное. И поэтому работа будет вестись исключительно над ним. Но я попозже скажу, и в группе тоже вы все увидите, узнаете информацию об этом. Но давайте вернемся к матчу. Queen of Pain, Leon, Juggernaut и Magnus с Сайленсером для команды Old Boys. Комбинация, на самом деле, такая мультикомбинация. Не пройдет одно, пройдет другое. Сайленсер, конечно, тут команду ЕП просто-напросто контрит всю вообще. Шейкер, Шторм Спирит, Эншент Опарэйшн, Рубик, все абсолютно зависимы от скиллов. И если глобал здесь будет от Сайленсера, то, собственно, непонятно вообще, чем Energy Pacemaker заниматься. Ну, последний пик от них, Фантом Ланцер. Вот кто не очень у нас зависим от скиллов. Тут кому просто бей-беги надо делать. Ну, давайте теперь, в принципе, по лайнам разберемся. Магнус, я думаю, отправится на сложную со стороны Old Boys. Квапа в мид, Juggernaut фармид, Leon с Сайленсером его саппортит. Это все, скорее всего, в легкой будет происходить. От Energy Pacemaker, мид лейн за Шторм Спиритом, понятное дело. А вот сложная, ну, скорее всего, для Шейкера будет сложная. Эншент Опарэйшн с Рубиком будут Фантом Ланцеру помогать. Это было бы правильно, как минимум. На ранних левелах Фантом Ланцер вроде, конечно, и выживает, но Space Creating, в принципе, нулевой. Сам себе он не режиссер, поэтому в соло отстает лайн вряд ли сможет. У Шейкера не так зависим у нас от саппортинга. В общем-то, издалека давай фиссуры, когда-никогда, да и просто стой, получай левел. Будет Эхо Слэм, будет совсем другая история. Ну, все, остается 10 секунд. Героев своих, в принципе, все почти разобрали. Ну, и сразу давайте перейдем по пику. Так, у нас со стороны команды ЕП, Шейкер от, кто знает, говорите. Фантом Ланцер у нас для Фэна. IT у нас играет на Эншент Опарэйшн. И Ли будет играть на Рубики. И Олд Чикен играет на Шторм Спирити. Со стороны команды Олд Бойс. Сайленсер для 820. YYF играет на Квин оф Пейн. Лонг Диди играет на Леоне. Диди играет на Магнусе. И Жоу будет играть на Джаггернауте. Ну, в принципе, Олд Бойс по составу, конечно, мощнее намного. Это Тунг Фу Олд Бойс. В общем-то, здесь рокировка идет среди нескольких составов. Ну, и YYF, и Жоу, в принципе, имена известны. Ну что, Магнуса зацепили. На ранних левелах, я так понимаю, будет рэш. Хотя еще в чью сторону будет рэш. Жоу раскрутился у нас по Эншент Опарэйшн. Лучше ему разворачиваться. Все-таки 4 героя команды ЕП не должны у нас прощать, по идее, Джаггера. Ну, обменялись любезностями, разошлись. Здесь еще дабла из команды Олд Бойс. Правда, никто не подходит поближе, потому как смысла нет вообще. С хайграунда, я думаю, настреляли бы ЕП своим оппонентам. Ну и все. Все, я так понимаю, верхняя руна достается команде... А нет, здесь партизан Шейкер есть. Но Шейкер вряд ли будет за руну против Квапы и Сайленсера бодаться здесь. Смысла вообще просто-напросто никакого. Все. Топ руна для команды Олд Бойс. Нижняя для Олд Чики. Шторм Спирит против Квапы на мид лейне. Как и думалось, Сайленсер с Джаггернаутом отправляется на легкую линию и Лонг Диди, скорее всего, туда отправится в помощь. Ну и Магнус Соло стоит сложную. Стоит сложную против Эншент Оперейшена, Рубика и Фантом Лансера. Все, в принципе, по дефолту вообще. И Шейкер здесь будет в сложной пытаться хоть какой-то фарм вытащить. То, что у него получится, не факт. Потому что Сайленсер, по большому счету, Шейкера насилует. На ранних минутах, на ранних левелах, через Ласт Ворд, через... вообще через все, что есть у Сайленсера. Тут у Шейкера будут проблемы. Но еще и Глэйвы вкачал первым скиллом у нас 820. Поэтому Шейкер просто будет хорошеный нон-стоп. Клопа с нул-талисманом, с не своими танго. Та же история у Шторм Спирита. Ранний Боттл отменяется. Что с одной стороны, что с другой. Поэтому... Поэтому подождем. Ну, вообще, много чего в этой игре зависит от активности Рубика и Эншент Оперейшена. На самом деле, в составе команды ЕП тут не столько Шейкер со своей фиссурой полезен, сколько роумящая дабла. Она могла бы роумить, если бы все получалось. Ну что, Магнуса поймали. Скилвер, если что, есть у Дидин. Дидин надо уходить срочно просто. Еще один удар от Рубика. Фёст Блад. Чего ждал непонятно Магнус? Почему нельзя было свалиться с Клифа вниз? Его личное дело. 1-0. Команда ЕП повела. По голде на Магнусе заработали 400. И по экспириенсу тут немножечко тоже набомжевали. Саппорты команды ЕП. Шейкер вообще крипов не нюхал даже. 0-0. Крип стат. Понятно, что киллы смерти ассиста это все рановато. Но то, что ни одного крипа вообще нет, даже за счет фиссуры, это печальная история для Шейкера. Ну и первый левел до сих пор у него. У Жоу. В это время уже почти третий. Еще один крип. Жоу будет третьего левела. И просто, если поймать где-то Шейкера, через Блэйд Фьюри Джаггернаут его, в принципе, стирает. Это не проблема. Есть уже бутсов спид для Жоу. Ну, ранний дамажащий Джаггернаут. Леон с Инвизом. Лонг Диди, я так понимаю, тоже нацелился на голову Шейкера. Ну, главное Шейкеру выйти за Тауэр. Пока я смотрю, вообще саппорт команды ЕП не планирует даже близко фармить. Кое-как тут где-то мешает команде олдбой сформить на легкой, но все, в принципе, попытки выглядят немножко жалко. Шейкеру нужна помощь, и чем быстрее туда сместиться, например, Рубик Эншент Оперейшн, который хороводы в лесу водят, тем лучше, я думаю, для команды ЕП. Но тоже уйти из слайна, это значит дать возможность гангнуть своим оппонентам. Хотя и олдбойс вроде и не собирались. Лонг Диди в Инвизе. Инвиз сейчас закончится. Ну что, подходят у нас к Шейкеру. Пошел Хекс. Подкопа нет. Жоу может, в принципе, крутиться. Да, Шейкер здесь, скорее всего, умирает. Все-таки, да еще и фейсбуцы у нас есть у Джаггера. Фиссура пошла по Жоу. Вообще неожиданно. Жоу как-то встрял. Здесь куча крипов. Ну, поднимать уже надо. Телекинест по Жоу. Правда, даже тотема нет у Шейкера. И могут, кстати, и настрелять еще здесь Жоу. Еще один удар. Второй фраг для команды ЕП. Олдбойс. Ну, нарахители, конечно, оба фрага. Просто не лейпиши. Сначала Магнус. Теперь Джаггернаут. 3-2-2 заработали на Джаггернауте. Интересно. О чем это может нам говорить? Олдчике на мидлейне. 11 на 1. Квапа против него от ВВФа. 17 на 16. Просто из разной лиги героя. Игрок из высшей лиги. И где-то 2-3 дивизион Штормспирит. 13 на 1 против 17 на... 18 на 17. Квапа не пропускает вообще ни одного крипа. Ни своего, ни чужого. Ну, еще странно, что как-то насобирал себе денег. Штормспирит у нас. Боттл уже летит. Олдчикену. Ну, ситуация, конечно, крутая для команды Олдбойс на мидлейне. Но остальные лайны немножечко где-то подсиропили вообще всю ситуацию. И Жоу подфидил. И Магнус. Точно так же Диди лишнего себе позволил. В принципе, по фарму, я думаю, должны Олдбойс быть выше. Так и есть. Они, несмотря на 2 фрага, где-то на 100 по голде и по экспириенсу в ноль. Хотя проигрывали 700 у своих оппонентов. Ну, за счет того, что лучший фармят. Квин оф Пейн. На первом месте. 2 200 у нее. 1500 Олдчикена. Вроде бы и оппонент номинальный. А вроде вообще не всплывает Олдчикен. 5 минут сыграно. Ну, ЕП в топ, конечно, не залазят по фарму. Но, уверенные, там, 4, 5, 6 места держат. Оттеснили у нас Магнус. Оффлейн Магнус, в общем-то, тоже за чертой бедности. Всего-то 1000 по голде для Диди. Это, ну, невероятно мало. И второй левел. Тоже прошу заметить. У Фантом Лансера в это время почти 6. Фантом Лансер Даблой стоял на лайне. Соло стоял на лайне Диди. У Диди еле-еле второй левел насобирался. Магнус очень зависим от левела. Так же, в принципе, как и Шейкер. Ну, Шейкера почти четвертый здесь. А Магнус боится даже на лайне подойти. Смоук в соло. Диди юзает. Зачем и кому это нужно, непонятно. Ну что, Ли у нас видит Диди. Трогать его особенно не будет. Скиллы на него не тратят. Смещается сюда Лонг Диди на Лионе. Ну, может, попытаются Шторм Спирита забрать. Пока нет шестого. Это, в принципе, не лишено смысла. У Кавапы почти есть седьмой. Главное, немножко зацепить здесь Чикена. Как только Чикен получит дозу дэмэджа, здесь ульта будет от YYF. И тогда посмотрим. Ну, потерял из Вижена YYF своего оппонента. Не смогли забрать. Но здесь уже Шейкер. Кстати, Квапу-то можно и ловить. Все задохнулось. В итоге драка у нас на мидлейне, не начавшись. Все закончилось. Шесть минут сыграно. По голде ЕП теперь впереди. По экспириенсу по-прежнему уверенный ноль. Что с одной стороны, что с другой. Ужоу. По голде. Все, в принципе, в порядке. Фейсбуцы есть. Может, и маски есть. Ну, видите, да? У троих игроков сразу 2800, но чуть-чуть больше у Фэна. Но, в принципе, первое место делится на троих игроков. На первой позиции Фантом Лансер. Вторая и третья. Ну, я думаю, это вопрос каких-то двух-трех крипов. За Жоу, за YYF. В общем, в любом случае, дальше огромная пропасть. И топнетворс за командой Олдбойс. Если делить на всех топ игроков. Трипла уже стянулась на мид от команды ЕП. Решили всячески помочь Чикину хотя бы шестой взять. Все, Ancient Operation отходит. Рубик занимается стаками крипов. Давайте вообще по вещам разберемся, кто у нас во что выбирается. Джаггер первый, на кого я обратил внимание. Ну, классическая сборка у Джаггера. Мордип Маск под Маск оф Мэднес. В итоге фейсбуцы на Жоу уже имеются. Шейкеру, ну, надо просто ждать, терпеть до Даггера. Транквилы пока не появляются. Хотя, по-моему, Шейкер мог уже себе их позволить. Да, в принципе, голды практически хватает. У Сайленсера беда вообще. Ничего интересного абсолютно. У Квапы есть уже два Нолл Талисмана. Есть Бутсов Спид. Ну, такой функциональный YYF, чтобы на все маны хватало. У Леона от Лонг Диди пустота вообще, кроме Тапка, ничего нет. Ну, и хоть как-то Магнус себе насобирал на Аркан Бутсы. Теперь можно позволить себе и пофармить. Через Шоквейвы, через Скьюеры. Какой-то плюс для него есть. Ну, Джаггера мы видели. По команде ЕП, Шторм Спирит, бедняга. От крипов уже в лесу начинает умирать. Меня напугал немного. Есть один Нолл Талисман, готовится выход в ПТ. У Квапы уже готов ПТ. Дванул Талисмана, Боттл. Ну, пожалуйста. Квинов Пейн у нас 3400, а у Шторм Спирита 2500. Дальше. Рубик, Транквил Бутсы пока больше ничего. Ancient Operation с одним Тапком ничего интересного. У Фантом Лансера тоже, в принципе, ничего нет. Для Фэна появляется здесь Ринг оф Аквила. И Брасер тоже есть для Фантом Лансера. Вполне может быть, что керри команды ЕП выходит в барабаны. Ну, и у Шейкера все. У Шейкера беда. Булатник у нас у Стол Чейкина. 8-2-0 ловит Фессу Рот Шейкера. Ну, и, возможно, первый фраг. А, первый фраг на топ-лейне, точнее, у нас, да. И это третий фраг для команды ЕП. Олдбойс, несмотря на то, что в порядке в таком плотнейшем, и состав у них мощный, пока что горят. YYF поздновато немножко пришел. Забрать никому не удалось. Да и Соник Вейв мы пока еще не слышали. Хотя давным-давно уже шестой левел у Квапы есть. Что смешного? Жоу перетягивается на нейтралов. Жоу в собственном лесу. Лайна дает для YYF, потому что на мид-лейне у нас лонг DD. Тоже надо шестой левел. Finger of Death вообще не лишний будет для команды Олдбойс. Магнус, как там бедняга. Магнуса вообще изгнали с собственного лайна. Идет Хиллица. Так это он в соло против Фантом Лансера стоит. Это еще даблы не было. Ни Эншент Опарэйшена, ни Леона, никого рядом нет. При этом не Леона, точнее Ни Эншент Опарэйшена, ни Рубика. И в итоге у нас Магнус постоянно без ХП. Я уже молчу о фарме. По фарму топ-6, ну так оффлейнер вести себя не должен. Даже Шейкер обгоняет Магнуса. А Шейкеру, я думаю, вы понимаете, кастовать посложнее. Фиссуры, потому что монопул огромный. А маны всего у Шейкера там 312. Это действительно проблема. У Магнуса 600 почти. И монопул по 90 за Шоквейв. То есть там заспамить можно вообще в любой ситуации. Но, видимо, слишком взялись за DD команда ЕП. Поэтому Магнус до сих пор абсолютно терпящий персонаж. Рубик выходит на мидлейн. И вот она бойня. Леон на миде против Рубика на миде. Шторм Спирит и Квапа у нас заняты чем-то другим. YYF под собственным фонтаном. Шторм в это время фармит крипов в лесу. Шторма есть уже ПТ. Есть 1 улталисман и Боттл. У Квапы в это время плюс 1 улталисман. Ко всему затару Шторм Спирита. И еще Руба в Зумэджи появляется для YYF. Готовится выйти в Оркит. Есть смысл контрить локально. Шторм Спирита не надеется на 1 глобал. Потому что глобал-то у нас будет раз в 130 секунд. В лучшем вообще случае. Поэтому, конечно, индивидуальное сало какое-то необходимо. Да любому игроку команды ЕП. Что Шекер, что Фантом Лансер, что Аппарат, Шторм Спирит, Рубик. Да, тут есть действительно кого заткнуть. И Квапа именно этим и займется. Олдбойс перетягивается на нижний лайн. Ульта пошла от Аппарата. Ульта от Аппарата, я так смотрю, по траектории ни в кого не попадет. Все, в принципе, бесполезно. Ну, на топ-лейн ульта Джоу даже близко не подходил. Думали, возможно, что будет врыв на Шекера. Пока он остался в соло здесь. Пока на лайнах где-то засветились игроки команды ЕП. Нет, Джоу не рискнул нападать и правильно, в принципе, сделал. Джоу пока что фармит. Ему неинтересно вообще. Что, файт у нас внизу намечается. Так, полетела у нас Квапа. Наорала на Ancient Operation. Никуда у нас отсюда аппарат не уходит. Первый фраг для команды Олдбойс. И YYF уже очень больно от Фэна. Есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот Доппельгангер от Фэна просто в никуда Магнуса отправил в моральном плане. Всю игру собирал вообще левел, собирал экспириенс, чтобы был нормальный реверс полярик. И тут Фэн через Доппельгангер просто и выйдет главный, наверное, ульт. Один из главных ультов команды Олдбойс. Шекер пошел к Вайпе по горбу настреливать руками. Все, 4-1. Файт окончен по графикам. Да, в принципе, игра очень равная. Кардиограмма, конечно, здесь то туда, то сюда. Но это по 200-300 голды или экспириенса. Ну, несерьезное, в принципе, колебание графиков. У Шторма. Две Сейдж Маск уже имеются. Олд Чикен собирается ровно в тот же артефакт, что и Квапа. У Квапы уже Обливент Став один есть. Так, ульта у нас пошла от аппарата. Не попадает по Квапе. Если бы АВФ ульту поймал, можно было бы еще Шейкеру и попытаться его развалить. Хотя бы один тотем надо было дать. Шейкер тут Квапу надамажил. Ну, в принципе, ни холодно, ни жарко вообще Квинов Пейн от этого. Шторма гоняют на топ-лейне. Ну, игра размеренная. 13 минут у нас прошло. 5 фрагов всего в разных частях карты. Никакого массированного пуша. Никаких ганков особенных. Ничего абсолютно. Если кто-то пушит, то прилетают друзья и наваливают тому, кого пытались запушить. И все. И это такая пассивно-активная дота, которая, в общем-то, неинтересна сама по себе. Но, понятное дело, что тут лезть куда-то на рожон команде ЕП нет смысла. Им надо, чтобы Фантом Лансер выформил все, что он только может себе позволить. Ну, а со стороны команды Old Boys надо, чтобы все были ульты вместе и чтобы все вообще собрались физически вместе. Ульта аппарата. Ну, кстати, аппарат у нас нон-стоп вообще ультой спамят. Правда, процент попадания чуть меньше, чем ноль. Но попытка тоже вполне засчитанная. 13,5 минут. ЕП вырывается вперед по голде. 750 по золоту. А вот Old Boys почти тысячу выигрывает по экспириенсу. Ну, на 14 минуте тоже это не критично вообще. 1000 экспы это один максимум полтора фрага для команды. Шейкер по-прежнему без Даггера, но совсем чуть-чуть остается. Все, 10 копеек и, в принципе, Шейкер уже может себе позволить Даггер. Будет ли здесь покупать или Саевого отправит Курьера? Думаю, Шейкер, скорее всего, с Курьером будет делать этот мув. Ну, все, лама полетела. Приятно же, а? Делают же хороших Курьеров. Не какие-то свиньи, которых мужики на руках носят, а потом свиньи, за которых цепляются мужики и летают. Никаких баб... Никакая не баба-яга имперская. Симпатичная лама, приятно смотреть. Так, ну что, выход у нас на 8-2-0. В инвизе Шейкер, поэтому, по идее, Саенсера можно цеплять. Ну, как-то немножко подтупил Шейкер. Фиссуру давать не решился. И даже непонятно почему. Ну, прочекали. Знают игроки команды ЕП, где находится Old Boys. Поэтому, можно либо на Тауэр выйти, либо попытаться кого-то, кто подойдет, здесь развалить. Сайленсер не подходит. Так, Ancient Operation в это время на нижнем лане развалили. YYF у нас примерзает. Ну, команда Old Boys, в принципе, Т1 на нижнем лане может и забрать. С другой стороны, ЕП необходимо дефать. В общем-то, время есть. И ЕП, вроде как, по-моему, мощнее смотрится. Ну что, пошла Эхо Слэм у нас от Шейкера. YYF на лох ЭП. DD развалил в итоге Шейкера. Ли здесь тоже, скорее всего, останется. Леон не должен его отпускать. Леон быстрее ТП-аут. Телекинез есть у Ли. Остановили лонг Диди. Еще и краденый Шок Вейв. Ну, очень круто сыграл Рубик в данном муве. Да, в соло против саппорта. Но вообще без шансов. Леон здесь просто-напросто, как доходяга, слился, ничего вообще не предоставив Рубику. По итогу этого файта, Олдбойс 213, заработали по голде чуть-чуть меньше для ЕП. Ну, графики, опять же, фиолетово на то, что происходит на карте. Графики у нас стабильно почти в ноле. Ну, если поднимается где-то выше 500, то это еще хорошо. А так, в принципе, где-то в районе 500 по голде держится разница то в сторону одной команды, то в другой. Ну, и Олдбойс постепенно еще и Экспириенс начинают отыгрывать. Короче говоря, игра вполне может быть закончится в ничью вообще. По истечении времени отведенного игрокам. У Квапы 1500 на руках есть. В принципе, уже Обливент Став для YYF имеется. Скоро появится Оркит у Шторма. У Шторма один Обливент Став и второй почти лежит уже в Курьере. Так, Шторм у нас ничего так... Да, Шторм Квапу догоняет. Остается совсем немного. Где-то 300 отстает Шторм, но опять же, это вопрос времени. Шторм у нас в лесах. В принципе, 2C. Тут фарма побольше, чем на линии. При его-то левеле, при третьем оверлоуде, в принципе, не проблема. Выфармить свои артефакты. Чуть-чуть остается Чикину до Оркита. У Квапы... У Квапы только собрался Обливент Став. Квапа на самом деле несчастно выглядит. И непонятно почему. А может и понятно. 2-0 у нас Шторм Спирит, а Квинов Пейн у нас тоже 2-0. Вообще не ясно. Крипстат 86 у Квапы, 88 у Шторм Спирит. Почему такая разница, не ясно. Глобал пошел у нас от Сайленсера. Минус 3 делает команда Олдбойс. Ну что за... Давайте смотреть. Олдбойс в Смаке на нижней лайн. Здесь та же история. В Смаке ЕП. У Магнуса, я так понимаю, уже есть даггер, да? Магнус у нас прыгает. РП по троим. Ульта аппарата. Ну куда тут вообще выживать, да? Да, развалили просто в хлам вообще всю команду ЕП. Всех, кто был на нижнем лайне. Ну, главное это фэну не подставляться. Если не умирает Фантом Ланцер, для ЕП в принципе нет невывозимых ситуаций. При том, что Олдбойс вроде как выигрывает по голде, по экспириенсу тоже впереди существенно. Но если вообще все золото команды ЕП будет базироваться у нас в руках Фантом Ланцера, то проблемы как таковой и не будет. Проблемы будут у коллектива Олдбойс. Врыв пошел у нас на медлей. Поймали здесь YYF. YYF еще и под ультой Ancient Operation. А Чикен на лоу ХП поднимают ветра у нас Леона. Леон в телекинез точнее. Леон у нас отваливается. 2 в 1 пока фай. Жоу ловит фиссуру лицом и оставляет попытки развалить Рубика. 2 в 1 подрались. Жоу. Ну, Жоу немножечко надамажил Рубика. В принципе, засейвить того же Леона вариантов не было никаких для Джаггера. Давным-давно у меня слэш проюзан был, пока еще не откэдэшился. Ну, и по итогу файта, я думаю, что ЕП должны отыграть что-то. Пока что где-то 500 по голде. По экспириенсу тоже где-то 400-500 в пользу команды ЕП. Жоу, в принципе, такой же план команды Old Boys, как и Phantom Lancer. Только Жоу должен выстрелить пораньше, чем это сделает ПЛ. Потому что если ПЛ у нас будет на фулл запаке и будет Джаггер на фулл запаке, я думаю, что шансов у ПЛ раз в 400 больше, чем у Джаггернаута. Поэтому Жоу должен немножко пораньше пик своей формы набрать. Ну, как ты наберешь пик формы, если ты льешься в соло? Непонятно. Но, тем не менее, Жоу должен немножко пораньше выйти на фулл закуп какой-то хотя бы, к какому-то таймингу, чем это сделает Phantom Lancer, чтобы контрить ПЛ. Потому что где-то минуты на 60-й, когда у всех будет все, и 6 слотов будет занято для каждого игрока, конечно же, Джаггер против ПЛ не всплывет, и мало кто вообще в доте против Phantom Lancer 6-слотового может всплыть. У КВП появляется Оркет. У Штормспирита после Оркета уже 900. Олд Чикен у нас Queen of Pain обогнал. На удивление вообще, как так получилось. Вроде YWF такой активный, и везде участвовал, и везде файтился. Ну, возможно, в этом и минус, на самом деле. Олд Чикен все это время фармил. По голде 0 абсолютный, по экспириенсу 0. Во что мы играем? Ребята решили, что победит дружба в этом файте. Эхо слэм у нас по DD, ульта аппарата разорвало. Магнуса 10-7. 20 минут сыграно. Наконец-то, я думаю, EP могут по голде выйти вперед. Глобал пошел у нас от All Boys. А зачем? Я так в итоге и не понял. Наверное, чтобы YWF обезопасить. Потому что Квапа вообще на соплях здесь уходила. Если бы ворвался в нее Олд Чикен, были бы проблемы. Даже через Оркет, Ремнант и один Оверлод. Все, всего этого хватило бы Квапе с головой. 10-7 в итоге счет. 21 минуту сыграли. EP немножечко вперед. И по голде, и по экспириенсу. И наконец-то, в принципе. Даггер на шейкере мы уже видели. Лучше нас это видел Магнус. До сих пор в таверне. 4 секунды осталось. Вообще, по артефактам у Сайленсера. Урн оф Шадоу, Бутс оф Спир. Больше 8.2.0 ничего не заработал. У Квапы 500 после появления Оркетов. У Леона есть даггер. Это хорошо. Для команды... Олдбойс у Магнуса. После даггера есть практически готовый форс-став у Джаггернаута. Манта-стайл имеется. Масков Мэднесс. Фейсбутцы. И почти полторы тысячи для Жоу на руках. Ну, скорее всего, будет выходить в Башер. Думаю, это не лишено смысла того же Шторма стопить хоть как-то. Ну и... Так, Магнус у нас на лоу ХП. На топ-лейне Магнус вообще фидит как дикий. 4. Смерть уже от Магнуса. Самый толстый герой в составе команды Олдбойс умирает первый. Очень странно, почему толстые парни умирают первыми. Вообще, вне правил абсолютно. Ульта аппарата. Думаю, на Роху, скорее всего, проверить. Да, Рошан у нас не мерзнет от ульты. Ну и никого рядом вообще не было к Рошану. У Шторм Спирита уже есть Огр Клаб. После Оркида Е600 на руках. Улдчикен готовится выйти в БКБ. У Рубика форс-став готов. Серьезных артефактов, в принципе, только в плюс. Здесь Даггер на Леоне. Здесь Форс-став на Рубике. Рубик тоже в идеале. Я думаю, еще и Даггер себе докупит. Хэнд оф Медас для IT. С одной-единственной целью. Насобирать... Насобирать Аганим. Другие вообще варианты для Ancient Operation отсутствуют. Тем более с такими ультами, которые IT дает. Где там возьмешь вообще этот Аганим? У Фантом Лансера уже есть Барабаны, Манта Стайл и 2000 для Фэна сверху. Практически такая же история, как у Джаггера. Посмотрите разницу. Всего-то 200-300 разницы между героями. У Шейкера после Даггера уже есть Огр Клаб. Есть Ранквил Буцы. Боттл. Ну и неплохо Шейкер вышел. Почти так же, как Магнус. По Нетворсу очень близко. Что Шейкер, что Магнус. Да и Майнкерри тоже, в принципе, идут близко друг к другу. Пейл немного темпа сбавил. Тут хоть как-то Жоу отрывается. Кстати, у Жоу ситуация поприятнее, чем у Фантом Лансера для фарма. Все-таки в команде есть Магнус. Поэтому под Эмпауэром совсем другая история для Майнкерри команды Олд Бойс. Сплэш есть. Демеджа тоже много. Демеджа... Смотрите. 126 плюс 58. Здесь... Здесь 145 плюс 12. Ну, где-то на 30 больше плюс сплэш. Опять же сплэш. Здесь сплэш за счет иллюзий. Такой сплэш дикий, что... Бедняков Джаггер, если вдруг... Так, у нас пошел Глобал. Чикина поймали здесь. Куда же ты прыгнул, Лон Диди? Из кустов, наверное, не выберется. Чикин на лоу ХП. Уходит отсюда. Лон Диди разорвали. Еще двоих героев Командол Бойс свалили. РП Магнус здесь не стал юзать. Но Магнусу не выжить здесь. Ульта пошла у Джаггернаута. Чикин на лоу ХП. Жоу, скорее всего, тоже здесь остается. Тим Вайп от команды ЕП. Минус 5 сделали. Два Байбека. РП у нас от Магнуса. РП по троим. Соник Вейв тоже по двоим. Минус Эншент Оперейшн. Вообще не супер, конечно. Убийство. А Байбайев умирает еще раз. Дальше погонят за Улд Чикином. Ну, Жоу забирает в итоге у нас данный фраг. И минус 2 делает команда Олд Бойс. Против 6, по-моему, фрагов. Фессура еще от Шейкера. Шейкер на лоу ХП. Ну, здесь Джаггернаут просто здесь в чуме вообще от Фэна. Никто его отсюда не отпустит. Через сколько будут диффуза? Да где же реальные? А, диффуза еще не прилетели на Курьере. Фэн здесь пока без них сражается. Фэн у нас под Ласт Вордом. Валить отсюда. Доппельгангер. И никакого Ласт Ворда, как будто и не было этого. Есть уже диффуза у нас для мейнкерри команды ЕП. Фессура у Шейкера на подсейф тиммейтов. Ну, подрались 150 в 120. Где-то так. По фрагам 2 байбека. 7, получается, фрагов сделали ЕП. И 2 или 3 сделали игроки команды Улдбойс. По голде здесь вообще нереальный плюс для команды ЕП. И также по экспириенсу 7 тысяч зарабатывает ЕП в данном файте. Ну все, ЕП по золоту. 7 тысяч по экспириенсу порядка 6 тоже для Energy Pacemaker. По фарму Жоу, тем не менее, обгоняет у нас Фэна. У Фантом Лансера уже есть диффуза. Ни разу, в принципе, не юзанный в файте. Так и не получилось у Жоу. На данный момент уже есть Ultimate War. Джаггеру совсем немножко осталось до появления ОФ Скади. В принципе, где-то 1000 голды. И у Жоу будет Скади. Тогда можно будет на равных разговаривать с Фантом Лансером. Пока мы видели ПЛ 16 левела, Джаггернаута 18 левела вообще не ощутил. Если бы не под сейф у нас от Сайвенсера, если бы не Магнус со своим РП, то кто знает, где бы Жоу у нас был. Но опять же, Жоу слился. Жоу слился и байбэкнулся. Поэтому можно судить, что ПЛ даже сейчас, даже с немножко недофармленным вообще своим итем билдом, не проигрывает Джаггеру в соло ни в коем случае. До Пельгангеры выйдет все, что необходимо. Кстати, ультой Джаггер у нас-то не законтрит вообще никак Фантом Лансера. Плюс здесь есть Манта Стайл, плюс здесь есть Доппергангер. Поэтому ульта Джаггернаута, если в соло вообще в никуда отправляется и выйдется на ура абсолютно. И после ульты Джаггер у нас еще остается на месте, а три Фантом Лансера возвращается и расковыривает Джаггер ей лицо вообще без вопроса. Жоу, быстрее бежать! До ульта Аппарата! Минус Квапа, минус Леон, минус Сайленсер. Три в ноль. ЕП вообще ни на один Хеллс Пойнт не просели. Тут немножечко только Эншент Оперейшна взрывной волной вообще коснулось, но это царапина. ЕП все фуловые. Минус три сделали, три важных героя в принципе развалили, потому что саппорты здесь организовывали весь файт. Да, есть Майн Керри, есть Офф Лейнер с хорошим ультом. Ну Джаггер тут пятерых за счет Омни Слэша никак не убьет. И РП от Магнуса, тут Куром Насмех на самом деле. Второй левел на Риверс Полярити на 28-й минуте. Диди здесь просто бедняжка. У Джаггера появляется Скади, а у Шторма в это время появляется Блэкинг Бар. Квапап только с Огр Клабом. Квапапа начала у нас гореть очень сильно по голде. ВВФ проигрывает Олд Чикен уже почти две тысячи. Две это, почти три. Две шестьсот где-то проигрывает. Квин оф Пейн у нас. Ну и неудивительно, 29 счет. По голде ЕП 8-й, 10 тысяч. И по экспириенсу 9 тысяч тоже для ЕП. Ну и бедняги Олд Бойс. Что теперь делать, непонятно. Одним Джаггером здесь не вывести. Магнусу нужен РП. Чтобы, в принципе, хоть как-то держать в контроле всю команду ЕП. Но рефрешер орб, точнее, надо под РП. Где взять два РП и где взять рефрешер орб? Не дешевый артефакт вообще. Магнусу, который у нас за чертой бедности, непонятно. Соцпособие у нас рефрешер орбы не позволяет покупать. Стягивается вся команда ЕП на собственный Т2. На Т2 просто, чтобы не спугнуть команду Олд Бойс. Здесь Олд Бойс стали уже все вместе. Ульта от аппарата. Неужели точно? Неужели? Минус ли он? Просто с одного врыва улдчикена. Плюс ульта аппарата. Магнус на лоу ХП. Жоу на лоу ХП. Все отсюда бежать. ЕП просто тут загон с кота какой-то устроили. Ну и свалили. Очень быстро, очень напуганы. Убили в итоге Сайленсера. Потеряли двоих игроков команды Олд Бойс. 22-9 становится счет. Наконец-то ульта аппарата. Наконец-то у нас Айти проснулся. В принципе, так к 30-й минуте можно было уже разродиться. Хотя бы на один вменяемый ультимейт. И получилось все великолепно вообще. Команда Олд Бойс тут вообще не по шансам было драться. Независимо от того, как бы они стали, как бы они провязали свои скиллы. Просто ульта аппарата и врыв от Шторм Спирита всю команду на колени поставил. Ну и возвращается к своему привычному стилю у нас Айти. Наводчики просто в ноль вообще работают. И Ancient Operation у нас наугад, как я понимаю, дает ульты. С другой стороны, КД небольшой. Можно себе позволить. На что еще ману тратить Айти? Скажите, пожалуйста, если он рядом даже с файтами не присутствует. Вот поэтому и по КД раздаются ульты. Тоже, наверное, не лишним. Если процент попадания где-то 20 равен, ну окей, он даст 5 ультов и одним попадет. Время есть. Его никто не напрягает. Умирал у нас в 4 раза аппарат. Но это к 30-й минуте в принципе не серьезно. Аппараты должны умирать, как Скайрос маги. Просто по КД. Здесь Айти еще более-менее берегут. Ульта. Второго левела уже ульта. И опять полетела. Опять куда? На Роху или... Я не понял, куда Альта Аппарата направилась у нас. Ладно, уже не суть как важно. Команда Old Voice стянулась на собственных Эншентов. Планирует, я так понимаю, выйти на Роху. Минута еще до Рошана остается. Ну и все, просто закрылись на собственном хайграунде. Боятся спускаться. Даже удивительно почему. Все-таки Жоу мог бы пойти пофармить. Ну, Жоу идет фармить. У него есть Скади, у него есть Манта Стайл. Его, в общем-то, не очень легко здесь поймать. И одним Сайленсом команда ЕП не отделается. Тут Оркет в принципе и выйдет за счет Манта Стайла. А там Джиггернаут за счет умнислэша двоих игроков должен забирать в составе команды ЕП. Если это, конечно, не Ланс. Шейкер, Эншент Аппарейшн, Рубик. Все это, в принципе, простые цели для Джаггера. Ну что, на хайграунде у нас разваливают Сайленсера. Здесь же Олд Чикен, РП от Диди. А Диди просто не знает, что делать. Он дал ульту у нас по Шейкеру. И Шейкер остается просто для Жоу. Ульта пошла у нас от Квапы. Соник Вейв по двоим. Жоу бежать отсюда. Вай Вай Ф тоже отсюда бежать. Ну и Диди вряд ли отбустил. Замедлили Диди. Это Келлинг Спри уже для Олд Чикены. Три в один подрались. Игреки и команды ЕП потеряли только Шейкера. Но Шейкер все, что можно было вкастовать, вкастовал. 25-10 становится счет. По голде тысячу зарабатывают ЕП в данном файте. И по экспириенсу тоже на тысячу больше, чем Олд Бойс. Ну и паника. Паника в рядах команды Олд Бойс. И есть зачем паниковать. Обменялись Салом здесь. Что Чикен, что Вай Вай Ф. Правда у Чикена есть помощь. Здесь ульта аппарата. Пок вопег. Вапа скорее всего умирает. Так, Клин оф Пейн у нас дальше наваливают. Жоу просто здесь умирает под Фантом Лансером. Минус Джаггернаут. Команда ЕП додавит эту игру. Тут к бабке не ходим. 16 тысяч уже по голде для ЕП. По экспириенсу тоже 16 тысяч для ЕП. Жоу выкупается. Решил пофайтиться. Фантом Лансер фуловый. Фуловый. У него есть Тараска. У него есть Диффуза. Есть Манта Стайл. Барабаны. Если бы было Маны немножко. У Фэна побольше. Можно было пойти файниться. У Мана дело наживное. Аквила есть. Все. Фэна отсюда уходит. Золото заработал. Жесть сколько. Он проигрывал до недавнего времени Жоу. Теперь обогоняет его на 4 тысячи. Это в принципе почти какой-то артефакт. Ну. Те же Диффуза. Ну а Джаггер ничего себе нового приобрести не может позволить. У Жоу во-первых обрезка здесь по фарму. Ближайшее время еще. Во-вторых. Байбэк стоил очень недешево. Джаггер 19 левела. Поэтому. Понимаете что где-то треть какого-то важного артефакта. Жоу мягко говоря. Протратил. У Шейкера есть БКБ. Вообще жиру бесится команда ЕП. Есть Даггер. Есть Блэк Кинг Бар. Есть Боттл. Всего в принципе предостаточно. Правда Шейкер умирает нон-стоп. Но БКБ собственно ситуацию должен исправить. У Магнуса. Форст став. Даггер. Огр Клаб для Диди. Тоже скорее всего в Блэк Кинг Бар выйдет Диди. Все надежды на Жоу на самом деле. Я думаю Джаггеру даже не лишним будет аганим какой-то здесь приобрести. Чтобы всю команду ЕП попробовать развалить. Чем больше прыжков тем лучше. Ну и контроль какой-то, который обычно собирается на Джаггернауте. Тот же Башер или Абисал Блейд. К моменту когда он соберется. Если соберется. Станет я думаю скорее всего бесполезным. Потому что с Фантом Лансером Башером здесь не справиться. Фантом Лансера просто очень много. Кого конкретно бить непонятно. Да, Жоу здесь под Эмпауэром. Все это хорошо и интересно. Но Доппельгангер юзается. И Жоу опять дерется с одинаковыми фуловыми Фантом Лансерами. А потом Мантастайл еще. И все в принципе смешивается в кучу. И Джаггер теряет ману, теряет хеллспойнты. И ХП в принципе у Фантом Лансера больше. Короче говоря. Проблемы по команде Олд Бойс. Проблемы как по мне невывозимые. 20 тысяч по голде ЕП. По Экспириенсу тоже 20 для Energy Placemaker. Облюбовали уже вокруг Рошана все абсолютно. Игреки команды ЕП недалеко стоит здесь Айти. Просто чтобы дать нормальный ульт, чтобы попасть. Ну и зона покрытия была повыше. Рошан в итоге падает для команды ЕП. Даже близко у нас Олд Бойс не подошли. Делать собственно здесь им нечего. Потому как намного сильнее ЕП. И врываться сюда в узкий проход. Под ульту того же Ancient Operation. Да и Шторма и Рубика. Это все очень плохо заканчивается. Рубик с блинком. Рубику не нужен никакой блингдагер. Рубик очень удачно у нас на Квапе паразитирует. У аппарата Аганим уже имеется. Еще и 1400 сверху для Айти. Гем тоже есть. Всего для Ancient Operation предостаточно. В общем команда ЕП серьезно перефармливает всех вообще игроков Олд Бойс. Жоу проигрывает 3000 фэну. YYF проигрывает Олд Чикену 5 с лишним. Ну и все. А дальше саппорты. Просто абсолютно несчастные. Ну саппорты. У нас такая ситуация, что даже Магнуса пришлось саппорты записать. Потому что он здесь третий с конца. И хуже него только Лонг Диди и 8-2-0 в составе команды Олд Бойс. Продолжение следует... Сгруппировались Олд Бойс на собственном хэйграунде. Спускаться им теперь вообще нет смысла никакого. Но эта проблема... Проблему совершенно не решает. Да, это может оттянуть время. Да, можно где-то поймать кого-то на подъеме на хэйграунд. А можно и не поймать. Можно просто постоять до того момента, когда у ЕП каждый, ну хотя бы Фантом Ланцер, соберет себе 6 лотов. И дальше как против него бороться, непонятно. Просто стоят и ждут конца, который явно будет не в пользу команды Олд Бойс. Пэлло 20-й левел, 3-100 на руках. Фэну осталось, я думаю, приобрести здесь бабочку. И ничего с ним сделать не получится вообще. Тараска уже есть. Если будет баттерфля и дэмэджа куча, будет и скорость бега для Фэна, и скорость атаки. И, в принципе, неуязвимость. Потому что Джаггер у нас контролить никак не может Фэна. Появляется Блэкинг Бар у нас для Жоу. Тут, наверное, не лишним было бы собрать Мейлстром и потом выйти в Мьелнир. Но были бы деньги на него. Лонг Диди ловит у нас ульту аппарата, а Лонг Диди здесь и умирает. На лоу ХП здесь Шейкер, вроде как на хайграунде. Хотя половина ХП. Диди в одного Рубика пошла ульта. Рубика, скорее всего, здесь убьют. Нет, Эхо Слэм у нас от Шейкера по четверым. Ну и это просто развал. 8-2-0 на лоу ХП. Олд Чикен. Можно лететь на хайграунд. Здесь 8-2-0 умрет. Хотя 2-3 дерутся. Пока еще можно жить. Фэн у нас сгорает от Жоу. Что это такое? Как это называется вообще? Фэн просто отдается Джаггернау. Джаггер не после байбэка. Просто на ровном месте Джаггер забрал у нас такую важную боевую единицу команды ЕП. В итоге Олд Бой здесь заработали до хрена вообще. 3-300. По голде, по экспириенсу почти 10 тысяч в одном файте. Олд Чикен у нас врыв пошел на Жоу. Жоу Манта Стайл. И в принципе может теперь драться. Ульта от аппарата. Жоу у нас ловит ульту аппарата. Ему скорее всего не дожить. До конца здесь. Ну куда? Ну зачем Хилингвард? Для чего? Это же просто смешно. Хилингвард прорезал Жоу. Стоит греется. Видимо да, вот сейчас. Пережил в итоге у нас ульта аппарата. Потому что я так нелепо смотрелось, когда профессиональный игрок юзает Хилингвард. Будучи под ультой Эншент Аппарэйшена. Немножко странновато, но ладно. В принципе Жоу живой. Несмотря на то, что на него очень много потратили всего. И ульта аппарата, и мана от Шторм Спирита. Практически фул вообще Чикен потерял. И Оркит, и все на свете. Но Жоу выжил. В итоге выжил. И у него 4400 на руках. Неужели Олд Бойс еще и закомбечить смогут эту катку? Ну не верю я, что Пэйл может... Да, по тупости может конечно у нас Пэйл умереть. Вот. Но чтобы Пэйл у нас 6-слотовым умирал от Джаггернаута, это немножко диковато. Фантом Лансер сразу после смерти купил себе. Квапа в это время сливается. Но Фантом Лансер сразу после смерти приобрел себе бабочку. Она видимо в курьере где-то была уже на тот момент и ждала его. Но теперь Фантом Лансер с Баттерфляем. Да, по левелу Джаггер помощнее будет. Хотя по фарму Фэн повыше и... И вообще по набору артефактов Фэн поинтереснее будет смотреться, чем Джаггер. Чего-то такого вообще краеугольного у команды Олд Бойс в итем билде не имеется по факту. Контрить какой-нибудь Абис Алблейд на Фантом Лансера этого нет. Хекса у Олд Бойс тоже кроме Леона ни у кого нет. Да здесь Хекс первого левела 2,5 секунды. А здесь уже Хекс есть на Шторм Спирите. Здесь есть Фантом Лансер, которого хрен поймаешь. Я не знаю, как это сделал у нас в итоге Джоул. Доппельгангер у нас от Фэна. РП хотя бы не было потрачено. Нет, РП не было потрачено. А вот Глобал просто в никуда. От команды Олд Бойс. Какая-то просто нестыковка в составе Олд Бойс. Надо было давать Глобал до того, как врывается Магнус. Это единственное верное решение. Чтобы Магнус дал нормальную РП по всем Фантом Лансерам в составе команды ЕП. Ну и РП в итоге не было проюзано, потому что смысла в этом не было. И потом Глобал... Кто его вообще знает куда? Фэн на следующий лайн. Бабочка есть, дэмэджа тьма тьмущая. Все абсолютно и выйдет через Доппельгангер. Просто бросил иллюзию у нас на Лонг Ди Ди. Лонг Ди Ди от иллюзий может умереть здесь. Просто на иллюзии все, что можно вливать, вливает. Лонг Ди Ди здесь на лоу ХП еле под фонтан. От одной... От одного Ланса здесь ПЛа. Т3 спушила команда ЕП. Олд Бойс вроде бы и защищаются, но получится ли у них хоть что-то? Ну не факт вообще. До сих пор не могу понять, как Жоу здесь убил у нас за счет умнислэша. А Фантом Лансера, ну по тупости видимо Фэн у нас все, что можно было провязать, провязал. Теперь Капиты. Доппельгангер и Манта Стайл до случая, когда Жоу вгрызется у нас Фэна. Ну теперь можно и ульту попытаться дать. Жоу БКБ провязал. Фэна просто с руки его пилит. Не дали возможность Магнусу провязать РП. Ульта пошла у нас от Джаггернаута. Джаггер просто сажал иллюзии Фэна. Фэн на лоу ХП. Джаггер дальше бежит. Разорались у нас на Фэна. Фэн с Доппельгангером. Теперь можно через кусты и бежать. И назад разворот на Жоу. И замедляет его айти. И Жоу здесь и остается. 112 секунд не будет Джаггернаута. Байбэк моментальный от Джоу. Готов файтиться. 24 левела Джаггернаута. Он не слэша не будет, но из руки в принципе под импауэром. Джаггер нормально разваливает. У него куча демеджа. 300 с копейками. Плюс большая скорость атаки. Плюс замедление. Плюс иллюзии. Поэтому Фэн, в общем-то, Фэн, ну вы видели. Фэну пришлось как-то и вейдить. Вообще все, что есть, Жоу у нас. Юзает Манта Сайл. Пауэр с него не впадает. РП у нас от Диди. Ульта аппарата. И, по-моему, вся команда Олдбойс рассыпается. Опять Глобал в никуда. 8-2-0. Это просто парад жутчайших Глобал Сайленсов. За всю историю. Китайской, европейской, монгольской. Любой доты. Любой. Глобалы просто королевские вообще. После проюзанного ульта аппарата, после проюзанных ультов от всех игроков. Юзается Глобал. Просто послушайте, как тихо, как мы в этой тишине умираем. Команда Олдбойс сливает первую катку. Ну что, ждем следующую. Ждем ответного матча. ЕП оказались не то, чтобы сильнее, но стабильнее в данной катке. 100%. Ошибки от Олдбойс стоили, в общем-то, первой игры проигранной. Ждем следующего матча. Напомню еще раз, это iLiga и это студия игрокам ТВ. Если кто-то новенький у нас есть, не забывайте заходить в группу ВКонтакте, да и подписывайтесь на наш Twitch. Услышимся через 2-3 минуты. До скорой связи. До скорой связи. Редактор субтитров А.Семкин